Девушки отдыхают 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 и ущерб нашим инфраструктурным проектам в рамках договоренностей, которая называется проект «Север-Юг», кроме всего прочего. Мы рассматривали конкретные моменты, связанные с трагедией Палестины и Израиля. Я обещала упомянуть, что здесь очень интересно активизировалось и в рамках не только БРИКС, но и на международной арене совершенно в новом таком амплуа за коперщиком выступила Южноафриканская Республика, обратившись в Международный суд относительно трагедии Газа и Палестины. Тем не менее, надо отдавать все должное в том и обратить внимание, что этот регион, который многим может показаться отстающим, уже передовой, потому что Иран, как одна из ведущих держав региона, вошла в десятку наиболее технологически развитых стран мира, четвертое место по нанотехнологиям в мире, производство микрочипов промышленное уже идет. Страна очень передовая, высокообразованная. Огромный потенциал о Египте, о котором мы не успели поговорить. Огромный потенциал у разоренной войной Сирии. В том числе это кадры и высокообразованные кадры, которые при урегулировании и при стабилизации ситуации вернутся. Здесь становится актуальным то, что, надо сказать, у России всегда на протяжении, по крайней мере, последних двухсот лет, можно это справедливо сказать, что лучшая школа востоковедения была. Я серьезно, я не преувеличиваю совершенно, потому что можно похвалить о других, но я не преувеличиваю. И при этом наша школа востоковедения в культурном плане никогда не страдала идеологией ориентализма, поскольку идеология ориентализма – это идеология Запада, которая осматривала Восток, и тот самый ближний и средний Восток как свою добычу. Вот сейчас идут вот эти тектонические изменения, наша репутация России на Ближнем и Среднем Востоке, нам о ней нужно будет очень серьезно заботиться. Тут надо с особым вниманием относиться к этим цивилизациям. Я напомню, иранская цивилизация, индийская цивилизация, которая совсем рядом, арабская, мусульманская цивилизация. И это очень важно, как мы будем с ними взаимодействовать, в том числе и в сфере культуры. Если мы будем исходить только из прагматических соображений, то наломаем дров. И здесь особенно важным таким нематериальным товаром становится доверие установления личных контактов, поэтому я очень благодарна тем участникам, которые пришли на нашу панель. В частности, представитель Ливана сделал очень интересный доклад, касающийся искусственного интеллекта, современных технологий и перспектив их развития в регионе. Поэтому я очень довольна, честно говоря, много для себя приобрела, вот сделал именно такие выводы. Я совершенно уверена в том, что коммуникации будут развиваться. Это открывает огромные перспективы, и перспективы в том числе и для культурного взаимодействия. При этом надо отдать должное. Все-таки, несмотря ни на что, этот Восток, который кому-то казался очень застойным, он на самом деле по большому счету тоже в немалой степени вестернизировался с одной стороны, а с другой стороны не оказался под обаянием культуры постмодерна, как мы. Вот в этом смысле нам был нанесен... Мы как-то... Нам это обаяние... У нас это обаяние... Как это сказать? Декаданса несколько привлекло больше. Вот там много энергии. И с моей точки зрения, в какой-то степени адаптировать тот опыт и вот ту социально-идейную энергию... А я скажу, что на вот этот исламистский радикализм, уверяю вас, это его последние месяцы, ну, я надеюсь, что не годы, но где-то до 28-го года, он еще будет давать о себе знать, но он уходит, потому что он перестает быть популярным на том самом мусульманском Ближнем и Среднем Востоке. Люди уже все осознали. Ну вот, говорить можно было бы долго, делаю я это плохо. Спасибо большое за внимание.